всем привет друзья за все время пока я за рулем а это срок немалый я никогда не прокачивал тормоза ни на одном автомобиле в классическом понимании как их обычно прокачивают это когда один человек создает давление педалью тормоза другой откручивает штуцер на суппорте или тормозном цилиндре ну и смотрит когда выйдет воздух я всегда менял тормозную жидкость и убирал воздух из тормозной системы самотеком есть такой метод это когда откручиваешь штуцер откручиваешь крышку на бачке и тормозная жидкость с воздухом вытекает по собственным весом то есть в бачке вес тормозной жидкости в бачке давит на тормозную жидкость магистрали и она вытекает соответственно вместе с тормозной жидкостью выходит и воздух тут главное не забывать подливать тормозную жидкость бачок если в бачке тормозная жидкость закончится то затянет воздух в принципе при прокачивании с педалью тормоза происходит то же самое что и самотеком только немного быстрее вот простой пример говорят что жидкость будет стекать а воздух верхних частях останется возьмем для примера бутылку и трубку в трубке есть вода и воздух начинаем сливать воду жидкость и воздух выходит наружу вместе с жидкостью даже если магистраль будет неровная воздух все равно нигде не останется посмотрите воздух выходит воздух весь вышел идет жидкость без воздуха в трубке воздуха нет у меня на канале есть видео про замену тормозной жидкости полностью в системе без прокачки самотеком есть видео про замену ктц главного тормозного цилиндра тоже без прокачки снятие и установка колдуна без прокачки тормозов а также замена шлангов тормозных цилиндров и так далее если нет помощника то все можно сделать одному обычно тормозная жидкость меняется раз два года или каждые 40 тысяч километров пробега но не все это делают как минимум хотя бы раз в год нужно немного сливать тормозную жидкость суппортов и тормозных цилиндров тормозная жидкость активно впитывает влагу и со временем она может повредить поверхности поршней и внутреннюю часть тормозной системы то есть могут появиться раковины есть разные приборы тестеры для проверки тормозной жидкости вот один из них работать им легко и включаем здесь видно тип тормозной жидкости переключаемся у меня до 4 вот так и оставляем опускаем щуп в емкость с тормозной жидкостью если экранчик загорится зеленым значит тормозная жидкость исправна если экранчик загорится красным значит тормозная жидкость уже непригодна ее нужно срочно заменить давайте проверим на моей машине откручиваем крышку включаем прибор ставим до 4 замеряем экран горит зеленым цветом показывает 1 и 2 1 и 3 1 и 5 в этих пределах пишет good тормозная жидкость исправна если будет гореть красный экран значит тормозную жидкость использовать больше нельзя надо срочно заменить все показания пропали ссылку на данный тестер прибор оставлю в описании под видео переходите можете ознакомиться более подробно я думаю вам понравится пишите комментарии ставьте лайк если видео было полезным всем пока и